Прежде чем прибегнуть к принудительному опорожнению кишечника с помощью кружки эсмарха, для начала используют возможные альтернативные способы, продукты с послабляющим действием, или свечи. Кроме того, существует два вида клизм мягкого воздействия. Клизмы на основе масел. Они рекомендуются при запорах, связанных с заболеваниями проктогенного характера. Масло, вазелиновое, подсолнечное или оливковое, 100 грамм подогревают до 37-38 градусов Цельсия. Вводят ректально при помощи резиновой груши. Теплое масло снимает спазмы мускулатуры кишечника. Каловый кон. И стенки кишечника пропитываются маслом, что облегчает процесс опорожнения. Этот вид клизма рекомендуют применять на ночь, так как эффект нужно ждать до 12 часов. Не менее эффективна гипертоническая или солевая клизма. Она применяется, если результат нужно получить быстро. Используется 10% раствор хлорида натрия в количестве от 100 до 200 мл, или по-простому поваренной соли. Аналогичное воздействие оказывает магнезия 20-30% концентрации. Эти солевые растворы вводятся в прямую кишку при помощи баллона груши, повышают осматическое давление внутри кишечника, что приводит к вытягиванию жидкости из тканей. Благодаря увеличению концентрации воды каловая масса размягчается. Кроме того, воздействие солевого раствора активирует работу стенок прямой кишки, стимулируя их сокращение, что приводит к более активному продвижению содержимого кишечника к выходу. Гипертоническая клизма оказывает действие в течение 10-20 минут.